слава господу давайте сейчас совершим молитву перед словом дорогой отец наш небесный мой благодарна тебе за это особенное время время твоего помазания духом святым слове твоем исполненности духом святым мы благодарим тебя господь за то что ты совершаешь тогда когда мы находимся в этом чуде восприятие слова углубление возрастания благослови изобильно эту порцию даруй нам желание размышлять и общаться в этом славься наш бог во имя твое иисус мы молимся и просим аминь садитесь пожалуйста я рад всех вас видеть особенное время когда вы тело христово вместе собираемся у нас есть для этого повод евангелие от луки которую мы с такой тщательностью изучаем господь описывает отправную точку и это описание она постепенно наполняется великими смыслами по мере того как он продвигается в своем действии как мессии и такая точка это шестая глава евангелия от луки 20 стих перед этим 17 стихе и по 19 говорится как иисус сошел со своими учениками с холма и они вышли на то место которое представляло свое собой ровное пространство и иисус стоит на этом месте с учениками которых избрал 12 плюс множество учеников плюс и множество народа и это все разные люди из разных возможностей сословий религиозности и так далее и вот они в 18 стихе говорится что они пришли послушать его очень хорошо второе исцелиться от их болезни третье освободиться от нечистых духов и они исцелялись и весь народ искал прикасаться к нему потому что от него исходила сила исцеляла все что это за сила которая исходила от него и он описывает ее в 20 главе в 20 стихе он то есть он вероятно до этого смотрел вниз и вот он поднимает глаза и смотрит на своих учеников которые особенным образом они уже научились многому от него от него и особенно ожидают следующего откровения как и мы с вами это эти откровения такие 20 стих блаженны счастливы нищие духом ну а для чего они пришли все эти люди они пришли чтобы получить от него не то что они могли бы получить если бы все сидели при дороге где-либо и бросили монету или что какой-то подарок что-то какую-то материальную вещь нет они хотели от него этой силы исцеления освобождения а также и возрастания в вере и он им говорит о том что они пришли правильно потому что и он является тем который от от которого исходит это наполнение духовными смыслами нищий духом и они ищут где произойдет наполнение они пришли туда и вот чем он наполняет вы счастливы почему потому что и так смотрим все суда на меня а потом посмотрите в библию потому что у вас будет царство божье я правильно сказал он говорит у вас уже есть он говорит потому что ваше царствие божье есть ваше кто-то засомневается но они уже идут за ним у него не только 12 учеников но у него множество учеников и приходит множество народа уже у те те которых он называет нищий духом у них уже есть это царство божье сколько имеется из отголосков из царства в котором мы живем из царства этого мира и это это эти отголоски они направлены как стрелы лукавого на то чтобы обезоружить нас и сказать нет такого быть не может иисус исцеляет иисус освобождает от влияния нечистых духов и все это он делает для того чтобы возрастали люди в вере которая вот вот она приводит их пониманию кто перед ними перед ними этот царь и этот царь царство божье и то что он говорит это невозможно для выполнения невозможно особенно третья часть того что он говорит первое это уже сейчас царство божье блаженные голодающие по духовному царству это двадцать первый стих алчущие ныне и вы ныне и наполняетесь где где спрашивают в семнадцатой главе евангелия от луки спрашивают фарисе где где царство божье и он что говорит и этот стих иногда неправильно трактует вот оно в вас а на самом деле вот оно среди вас это иисус и когда мы имеем общение с ними это с ним то это и происходит то воздействие мы хотим развиваться хотим возрастать нам нужно быть там где мы исполняемы духом святым нам нужно быть в этой в этом источнике записанного слова и мы вникаем в него и у нас происходит трансформация потому что наши наши ментальные умственные способности они приводят к тому что они дают удивительные картины как мы сейчас сегодня это и рассмотрим смотрите блаженные плачущие ныне от чего я могу плакать верующий от того что буду применять свои собственные способности или же опыт для какой-либо при какой-то встрече со сложностями я могу дойти до этого плача и вот он рядом и как только мы делаем переход от себя к нему из нашего царства царство в котором мы родились в царство на господа иисуса христа то у нас происходит здесь написано и вы вас смеетесь потому что вы обнаружите и покой и радость даже исцеление может не произойти потому что оно для чего-то другого предназначено и в определенный момент оно произойдет возможно но суть заключается что радость которая появилась в человеке когда он откликнулся на иисуса христа она радость распространяющаяся вокруг а теперь посмотрите на еще одно блаженство которое может быть осуществляемо только лишь в царстве божьем сейчас когда мы находимся в царстве божьем блаженно счастливы вы когда возненавидят вас люди ну какое-то счастье да мне я предпочитаю быть с теми кто любит меня а здесь говорится о том что такое может происходить только лишь тогда когда мы в иисусе христе и иисус христос в нас тогда он служит своей любовью через нас и тот человек независимо от того какова его позиция точно так же как иисусу христу противостояли а он любил и фарисеев и священников и книжников и тех кто отвергал его и даже когда он был на кресте и тех кто его распинал и тех кто его оскорблял он отвечал только любовью и молился за окружающих и выигрывал его этих окружающих как это произошло со злодеем который находился рядом на другом кресте рядом с ним вы счастливы когда вас возненавидят люди когда вас отлучат когда будут ругать вас когда пронесут имя ваше как бесчестное за сына человек вы представляете эту картину что вас ругают и и происходят различные козни против вас шепчут и говорят что это нехороший человек во время миссии мы сталкиваемся с этим напрямую в лицо говорят что угодно но это их время замечательно самое главное быть в царстве и тогда в этом царстве мы готовы принять этого человека через некоторое время этот человек может стать бухнуться перед нами на колени как такое действительно происходило вот оно царство вот оно идет в Иисусе Христе теперь посмотрим и сегодня рассказывал про сотника про Иисуса и его путь к сотнику который пригласил его и слова сотника а вот теперь после этого сотника что происходит я прочту эти стихи это седьмая глава с одиннадцатого стиха по семнадцатый после этого то есть после того как произошла эта история с сотником Иисус пошел в город называемый Наим и с ним шли многие из учеников его и множество народа когда когда же он приблизился к городским воротам тут выносили умершего единственного сына у матери а она была вдова и много народа шло с нею из города увидев ее господь жалился над нею и сказал ей не плачь и подойдя прикоснулся к одру слово прикоснулся в данном случае выражает действие когда происходит воздействие на что-то то есть несут он останавливает и все прекращают хождение и так прикоснулся к одру несшие остановились и он сказал юноша тебе говорю встань мертвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его Иисус матери его и всех объял страх и славили бога говоря великий пророк восстал между нами и бог посетил народ свой такое мнение о нем распространилось по всей иудее и по всей окрестности когда мы в царстве бога мы благословенно счастливы и мы благословлены этой историей вот он царь идет о с ним много учеников и с ним толпа народа они подходят городу наин наин обозначает пажить или приятное место они подходят городским воротом а с другой стороны из города выходит тоже большая группа это встреча у ворот и она так интересно выписана и там есть определенные символы которые читаются свободно итак одна группа которая вместе с Иисусом это те которые уже некоторые из них уже слышали про это царство и они идут за своим царем и они хотят услышать или увидеть продолжение действия этого царства они услышали слова жизни сама жизнь Иисус Христос подходит к воротам с другой стороны из другого мира идет другое царство это царство смерти царство греха и там несут умершего причем у него отец умер за некоторое время назад потому что его мама которая идет в этой процессе она вдова и отец умер и сын теперь вдова наверное умрет вот для нее жизнь закончилась почему у нее теперь нету кормильца и она оплакивает для нее это непонятно какая будет жизнь это действие царства в котором мы живем у него есть окончание и это окончание кладбище туда и несли этого умершего и как его назвали там кто помнит что было в тексте сказано как не смотрите что было в тексте сказано кого несли правильно несли единственного сына теперь слово единственный оказывается в библии оно употребляется ну на греческой части в новом завете в трех случаях нет в четырех случаях одно для девушки единственная дочка а в трех случаях это все единственные сыновья скажите какой самый главный случай использования единственный сын это про иисуса христа евангелие от иоанна первая глава восемнадцатый стих где говорится иисус явился для того чтобы объяснить а он сам является единородным там моногенесис на греческом языке единородный сын единственный сын единородный иисус и единородный этот юноша который умер и кроме того еще в семнадцатой главе будет говориться о юноше которого которого терзал демон но это когда мы будем проходить там я объясню там кстати такая интересная вещь она столько много сначала вопросов создает а потом радость в ответах и так мы с вами здесь видим две толпы толпа из мира заняты похоронами и толпа вместе с иисусом заняты жизнью и тем что царь жизни дарит им и дарит это наглядно встречаются два единственных сына это иисус и с другой стороны умерший умерший сын вдовы для умершего приговор из этого царства царства этого мира уже все подписано он умер а для иисуса который является хозяином вселенной он эту вселенную сотворил и он видит слезы матери и у него вся его внутренность это сплакхнон на греческом языке это весь его внутренний мир сочувствует этой вдове он подходит к ней он не воскрешает сына он подходит сначала к ней и говорит ей не плачь интересно что она чувствовала когда он ей говорит я думаю что у нее слезы прекратились она услышала она не понимает вообще что что происходит а потом он подходит к этому юноше на одре смертном и говорит ему и разговор то какой интересный я тебе говорю кто может так говорить только царь жизни царь который который показывает своим ученикам множество народа и он все время привлекает привлекает к себе и он показывает что он хозяин жизни и говорит этому юноше встань юноша сел и тут же начал говорить ваше мнение о чем он начал говорить пастор Алексей как вы думаете интересно было бы что то такое посмотреть телевизор там еще как вы думаете не забывайте не забывайте не забывайте не забывайте не забывайте а слушайте он он от Иисуса говорит уже теперь правда когда мы приняли Иисуса Христа можно было бы сказать а он разве принял да он уже побывал в том мире и вот теперь он услышал и господь в него вкладывает этот подарок и он сел и начал говорить не говорится о том что что он начал говорить но когда когда мы понимаем духовные истины то я я вчера долго заснуть не мог и вот все размышлял и господь привел воспоминания о том как все у нас в нашей семье началось когда мы встретили пастора мать он приходил и обучал затем пригласил и вот и потом год за годом это все как снежный ком нарастает и потом пошли церковь за церковью и так далее разные страны это то самое влияние которое в нас происходит когда мы пребываем в слове Божьем этот человек этот юноша услышал команду распоряжения властелина жизни и он повиновался мы не можем сказать досконально но я уверен что и в матери и в нем произошли изменения а прикоснул прикоснулось царство Божье когда мы смотрим с вами на евангелие от луки пятнадцатая глава картина такая иисус где-то находится ну известное место к нему толпы идут грешники и мытари и как в копчег да животные заходили и здесь тоже идут и над ними посмеиваются фарисеи обделенные они такие же нищие как эти только они не такие грешные как им казалось как эти грешники и мытари а грешники и мытари уже теперь на фарисеев не смотрят когда-то может быть они хотели бы послушать а здесь у них есть единственный источник и этот источник источник любви и по этой любви он разговаривает со всеми этими грешными людьми они приходят не то чтобы посмотреть они приходят для того чтобы слушать фарисеи пока остаются на своем месте они не слышат они избрали быть в своем мире из другого мира уже отошедший юноша начинает во-первых он был воскрешен но это не то воскресение которое ожидает нас вы знаете да что вы уже испытываете воскресение всякий раз когда вы желаете почитать библию подумать вы у вас уже воскрешенная жизнь действует где реалии и задумки этого мира пропадают что же мы видим и какие мы символы здесь видим с Иисусом идет группа людей которые уже стали различать жизнь отличать жизнь от смерти Иисус является единственным сыном единственным представителем рода человеческого который воскрес он принес себя в жертву и воскрес без его воскрешения наше второе воскрешение было бы ужасным это найти обиталище в горящем огненном озере мы с вами видим единственный сын предназначенный для отцом для того чтобы тот принес себя в жертву перед этим он являет царство божье он являет свои слова и третье и так две толпы два сына и третье два царства иисус символ его царства он говорил в 6 главе евангелия от луки блаженство тех которые принимают а будучи нищими духом принимают его и они обнаруживают свое царство и и в этом царстве которое прикоснулось нас есть очень важный глагол это такой же глагол который был сказан этому единственному умершему сыну встань помните лазарь он сказал выйди сюда ты уже тому миру не принадлежишь и нам тоже было сказано и всякий раз когда мы задумываемся о господи это та самая команда встань выйди из этого мира думай о том что господь предложил тебе сегодня интересно после это развитие которое идет в 7 главе развития царства она показывает веру и обостренного сотника и показывает силу которую Иисус демонстрирует среди этой толпы которая была вместе с Иисусом была еще группа учеников Иоанна крестителя и после того что произошло здесь они тут же пошли к Иоанну крестителю и стали рассказывать но что происходило дальше и объял шестнадцатый стих и объял всех страх и славили Бога говоря великий пророк восстал между нами и Бог посетил народ свой слово посетил употребляется в Библии четыре раза именно это слово которое здесь написано оно дважды упоминается в первой главе по отношению к Иоанну крестителю когда Захария обретший снова дар речи начинает говорить и дважды говорит о том что вот его сын это великий пророк которого Бог подарил и цель для которой он подарил потом это Иисус Христос который посетил и они признали это а также и еще в пятнадцатой главе четырнадцатом стихе книги Деяний когда Яков говорит на первом соборе церкви что Бог посетил язычников и это произошло когда слуги Корнилия пришли к Петру и тогда уже произошла эта встреча и осознание через некоторое время что Бог посетил язычников и собирает народ свой из двух народов один от язычников и вот здесь и так же мнение это слово о нем распространилось по всей Иудее по всем окрестностям обратите внимание на это событие встань да это произошло затем страх Господень для тех кто окружал и это молва это слово которое распространяется и причем это слово имеет свою жизнь потому что когда мы говорим слово Божье то происходит так вот мы супругой после того как церковь в Баку пошла уже она была насаждена мы переехали в Ашхабад и там никого нету знакомых вот два-три человека но говоришь слова они говорят своим родственникам родственники говорят там соседям и через некоторое время через несколько месяцев у нас уже было в церкви сто человек для миссионеров других направлений это было удивление но удивление оно было такого рода у них не было такой свободы как у нас мы приехали уже другая была ситуация и можно было говорить но они не хотели говорить из-за того что они жили еще в тех ограничениях которые были установлены ранее а мы приехали когда уже ограничения но были немного сняты и так далее и люди откликались великолепно то есть я хочу сказать когда мы говорим то нам не особенно нужно обращать внимание как откликаются в данный момент люди потому что у них еще после нашего общения с ними они поступают под величайшее общение с невидимым Иисусом Христом с невидимым и с невидимым духом и это будет распространяться и там будет звучать встань встань аминь отец наш небесный мы благодарны тебе за это удивительное евангелие которое имеет такую силу мы благодарим тебя что оно не утратило этой силы благодарим тебя за те чудеса происходящие в каждом человеке который из мертвого по грехам своим и преступлениям ефесянам 2 глава 1 2 3 стихи он обретает спасение и становится человеком который не только живет в этом мире тобою но и имеет подарок вечной жизни может быть среди тех людей которые слушают это слово по интернету есть человек который не знает иисуса христа как своего спасителя мы умоляем вас обязательно примите его принимая иисуса скажите простые слова дорогой иисус я грешный человек я не могу спасти себя сам прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь научи меня твоему слову приведи в живую церковь прощай благословляй люби во имя твое мой бог и спаситель иисус христос я прошу и молюсь аминь не